Это урок номер 11. Меня зовут Федор Васильев. Разговариваем про WooCommerce. В этом видео посмотрим обновление темы Bono, тема, заточенная под WooCommerce. Говорю об этом в рамках данного курса, так как весь этот курс по созданию интернет-магазина на WordPress построен на теме Bono. Это важно. В одном из прошлых видео у нас были ошибки. Не работало AJAX при добавлении вариативного товара в корзину. Сейчас это исправили и добавили новые полезные функции разработчики в данную тему. Давайте посмотрим, что нового. Итак, если мы посмотрим на список изменений, то, что конкретно случилось с моим демо-сайтом, они исправили в версии 1.5.1 темы Bono. Вот это исправление. Сейчас мы с вами наглядно посмотрим. И также в этом видео мы с вами посмотрим интересное, на мой взгляд, добавление. Это возможность управления SEO-заголовком и описанием для товаров. То есть, как правило, на WordPress обычно люди используют плагины UAS.seo или аналогичные для SEO-оптимизации сайта, интернет-магазина. Но для тех, кто еще не ставил этот плагин и хочет поменьше устанавливать всяких плагинов дополнительных, то, в принципе, можно обойтись без UAS.seo использовать уже, по сути, встроенные поля в тему Bono для SEO-оптимизации товаров. Что здесь еще интересного из этого обновления, на мой взгляд, добавлена возможность сделать слайдер адаптивным. Не знаю, я смотрел уже, кому как. Но посмотреть эти опции надо. Может быть, кому-то будет полезно. Напоминаю, какая была ошибка в прошлой версии Bono. При создании вариативного товара, именно когда я выбираю, например, мне нужно сделать в товаре выбор цвета и выбор размера одежды. Если это у нас вот в таком виде, чтобы человек сам выбирал из предложенных цвета, из предложенных размер, что на сайте происходило. То есть человек не может в корзину добавить товар, пока он не выберет цвет и размер. То есть это, я считаю, правильно. То есть он определился, нажимает в корзину, и у нас выскакивает сообщение, что цвет и размер – обязательное поле. То есть как будто бы мы не сделали выбор. На самом деле это проблема темы Bono. Сейчас мы ее обновим, наглядно заодно посмотрим, как это делается, и эта проблема исчезнет. Здесь я на сайте перехожу в консоль обновления. Видим, что тема Bono имеет обновление. Я сейчас использую версию старую 1.4.0 и последнюю версию на момент записи видео 1.5.1. Ставлю птичку и нажимаю обновить. Естественно, у меня лицензия активная, лицензия неограниченная на неограниченное число доменов. У меня проблем с обновлением быть не должно. Все обновления завершены. Давайте убедимся в внешний вид темы. Увидим, что версия действительно сейчас у меня 1.5.1. Теперь на сайте я просто обновляюсь, и ошибка должна исчезнуть. Смотрите, проверяем. Выбираю цвет, выбираю размер в корзину. И все, проблема исчезла. Вы видите, появилась корзина. Просмотрим корзину. Все, в корзине товар добавлен. Можно оформлять. И теперь про дополнительные новые опции, которые они добавили. Посмотрим, где это. Чтобы в товаре увидеть эти SEO-опции, нам нужно сначала перейти в внешний вид в тему «Настроить». Нам нужно включить сначала вот это вот SEO. Потому что многие, если кто уже использует, например, плагин UAS SEO или похожий, им эта вкладка SEO в самой теме не нужна, потому что они используют сторонний плагин. Здесь мы с вами переходим в WooCommerce. Видим новая вкладка SEO в новой версии шаблона. Видите, у нас SEO как бы не включено. Я включаю. Нажимаю «Обновить». Закрываю настройки темы. Переходим в товар. Посмотрим, где это вообще SEO-данные. То есть это title, description. Раскрываем настройки товара. Смотрим дополнительные. Вот они, заветные поля. SEO-метод title, SEO-метод description и keywords. То есть title – это заголовок. Это описание товара. И ключевые слова, каждый через запятую. Все как обычно. То есть если вы не используете сторонние плагины для SEO-оптимизации вашего сайта, то можете, наверное, и не использовать. То есть можно уже теперь товары делать SEO-оптимизированные с темой боно в WooCommerce. Конечно, здесь моменты еще для совсем новичков. Нужна вам карта с сайта, именно XML, которую нужно скормить, так сказать, поисковикам. Если это какой-то отдельный плагин у вас уже стоит и делает эту функцию, тогда, в принципе, наверное, этих опций будет достаточно. Но я все-таки, наверное, не стал бы использовать эти SEO-возможности боно и все-таки поставил плагин на Yoast SEO, потому что там есть возможность генерации карты сайта и других, целая куча плюшек, полезных для SEO-оптимизации сайта. Все-таки я бы использовал Yoast SEO на своем интернет-магазине. Но здесь решать вам, использовать это или нет. Давайте теперь посмотрим внешний вид настроить в конструктор главный. Да, но здесь у меня слайд не добавлен. Давайте я перейду на другой демо-сайт, где у меня уже слайд добавлен, чтобы сразу вам наглядно показать. Здесь я перейду в конструктор. Вот здесь у меня есть слайдер. И вот она новая опция «Адаптивный масштаб». Видите, чекбокс появился. Если он не включен. То есть у нас, по идее, вот это изображение, оно не адаптивно под мобильное устройство. «Просмотреть код», то есть демонстрация, имитация мобильного устройства, то у нас как бы сам слайд, если мы используем слайд на всю ширину сайта, он как бы не является адаптивным, но все равно смотрится, я считаю, приемлемо. Но если я здесь включу «Адаптивный масштаб», нажму «Опубликовать». Кстати, можно прямо здесь смотреть. То получается, что картинка становится адаптивной. Она вся вмещается, но получается, видите, здесь такой большой белый зазор. То есть, возможно, это подойдет, когда мы используем три картинки в слайде. То есть их видно сразу три. Вот такое получилось небольшое видео. Надо было обязательно рассказать об этих новых возможностях и об исправлении ошибок. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok